МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии. Юлия Важенина сегодня в выпуске. Реальный сектор экономики. Михаил Игнацкий встретился с бизнес-сообществом Республики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один из национальных проектов в Казанском инополисе обсудили перспективы развития IT-технологий в регионах. Самая читающая семья в Республиканской детско-юношеской библиотеке наградили победителей республиканского конкурса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 98% загородных и пришкольных лагерей в Чувашии готовы к началу первой смены. Однако несколько из них до сих пор не получили заключение экспертов о санитарной безопасности. Предстоящий летний отдых детей обсудили на еженедельном совещании правительства. В этом году в Чувашии для отдыха детей организовано 383 разного рода лагеря. Это загородные, пришкольные, палаточные и лагеря на базе учреждений дополнительного образования. На 25 мая санитарно-экологическое заключение имеет 375 организаций летнего отдыха, что составляет 98%. Особое внимание при проверках сотрудники Роспотребнадзора обратили на состояние бассейнов, медицинских кабинетов и пищеблоков. При лабораторном обследовании работников пищеблока были выявлены носители инфекционных заболеваний. Из смысла обследования 2,4% были с положительными результатами рота и много вируса. На сегодняшний день эти лица отстранены от работы не проходят к лечению. Особая просьба допускать и заверять только обследование континентами. Еще одна уже не просьба, а настоятельная рекомендация от специалистов ведомства. Провести обработку территории от клещей. Сейчас это сделали только 7 загородных организаций. Тем временем лабораторные анализы выявили в республике особи насекомых, которые являются переносчиками серьезных заболеваний. Но устранение всех недоработок всего несколько дней. Показаясь тех мероприятий, которые еще не до конца выполнены, буквально считанные, часы считанные дни, остается в прошлом уровне местного самоуправления, при всем главе администрации районных и городов принять все меры, чтобы все эти организации были готовы подвергнуть эти. Ольга Пырычкина, Бахтиер Велиев, Республика. Первая смена в ряде загородных лагерей стартует уже 1 июня. Но в столице республики в этот день большой праздник. В День защиты детей в Чебоксарах пройдет благотворительная акция «Стань первым». Подготовку обсудили сегодня в правительстве республики и в мэрии. Звездный десант Первого канала и цифрового телесемейства подарит множество сюрпризов. 1 июня столица Чувашии превратится в город детской мечты. Будет проведено 22 мероприятия на 17 площадках. Главными площадками станут парк «Пятисотлетие». Там в 9 утра выступит сводный детский хор. А в 10.30 начнется основная программа. Также Красная площадь и стадион «Олимпийский». Детали еще уточняются. В программу добавляются мероприятия. Так, сегодня стало известно, что в Казетском корпусе дети смогут встретиться с настоящими космонавтами. Вся информация на сайте столичной администрации под баннером «Стань первым». Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика. В Чувашии продолжает увеличиваться количество малых и средних предприятий. В рамках национального проекта к 2024 году субъектов МСП должно стать больше еще на 30%. Сегодня предприниматели Республики поздравили с профессиональным праздником. Какую поддержку в регионе будут оказывать бизнесменам, подробности в следующем материале. От тех, кто только начинает свое дело, до директоров заводов с многомиллионным оборотом. Каждый год в Республике выбирают лучшие бизнес-проекты. Среди победителей предприятия с высоким инвестиционным потенциалом. Михаил Игнатьев вручил бизнесменам благодарности и памятные часы за многолетний труд. Главному инженеру одного из предприятий сегодня присвоили и звание заслуженного работника промышленности региона. Награды, стимул двигаться вперед. Только субъектов малого и среднего бизнеса в Республике насчитывается более 47 тысяч. Это налоги в бюджеты, рабочие места. Создать комфортную среду предпринимателям – приоритетная задача правительства. Большого эффекта ожидают от господдержки сферы МСП. Для этого планируем увеличить число получателей государственной поддержки более чем в 6 раз. То есть обеспечить поддержку каждому четвертому субъекту малого и среднего бизнеса. В целях создания, в целях содействия реализации инвестпроектов запущен механизм льготного выкупа земельных участков. Напомню, указом главы Чувашской республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву установлена цена покупки земельного участка, собственность, размер 15% от кадастровой стоимости. Бизнесмены не должны становиться курьерами, которые бегают из одного места в другое. Для этого в столице региона откроется специализированный центр, где предпринимателям будут оказывать необходимые услуги. Расширяется сеть бизнес-окон муниципальных МФЦ. Становятся доступными льготные займы. С каждым годом меры государственной поддержки, они росли и будут расти. Касаясь контрольно-отзорной деятельности, мы с участием прокурора, правоохранительных органов и тех служб, которые осуществляют администрирование, тоже обсуждаем все те вопросы, которые у вас есть. Глава региона обозначил и задачи для бизнеса. Необходимо наращивать объемы продаж за рубеж. Здесь на первый план выходит кооперация предприятий. Я данные еще раз посмотрел, справочные материалы. По прошлому году более чем 52 миллиона долларов продано продукции. В то же время хочу сказать, если сравнить динамику с 2017 годом, это с ростом почти более чем полтора раза. Это тоже очень важно. Точнее, это даже 58% получается рост. Вот те уже предприниматели, которые научились продавать эту продукцию, конечно, вокруг него надо обидеться. Соединяться, находить партнеров. Внимание! Бизнес обделен не будет. 2020-й в стране уже объявлен годом предпринимательства. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. В цепере о молодых профессионалах в области рабочих специальностей в Казани завершился финал седьмого национального чемпионата по стандартам WorldSkills. Пять медалей завоевали участники из Чувашии. 91 компетенция и более полутора тысяч участников финал национального чемпионата, пожалуй, самые масштабные соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Наша съемочная группа побывала на втором дне соревнований и познакомилась с некоторыми участниками. Например, Павел Павлов представляет Чувашию в компетенции токарные станки с ЧПУ. Задание было в принципе несложное, такие же, на которых мы тренируемся. Выполнил на минут 20 раньше, закончил всю деталь. Пошел на технологию машиностроения и был у нас выбор либо токарный, либо фрезерный более углубиться. Я углубился в более токарный получается. И не прогадал, Паша впервые участвует в движении WorldSkills и сразу в числе победителей. Он завоевал серебро в своем направлении. Две золотые и три серебряные медали – таков улов нашей команды. Софья Афанасьева стала лучшей в компетенции кондитерское дело. Николай Алексеев взял золото в направлении печное дело. Еще две серебряных медали получили Артем Лобаев и Дмитрий Малетин по компетенции интернет-вещей юниоры. В итоге в медальном зачете команда из Чувашии заняла 16 место среди 82 регионов. Я окружаю славу благодарности всем тем руководителям. Учреждения средне-профессионального образования, которые готовят этих специалистов по своим компетенциям, стремятся, ответственно подходят. И сами специалисты, или на сегодня студенты, завтра уже специалисты, хотят самореализоваться и, по крайней мере, найти себе достойное рабочее место. Вопросы самореализации – это приоритет нашей государственной политики. Национальный чемпионат позади, но это еще не все. Теперь лучшие по своим направлениям начнут активно готовиться к мировому первенству профессионального мастерства, который также пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа. Юлия Важенина, Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика. Глобальный диалог представителей промышленности, профессионалов отрасли ИКТ, инвесторов и государства. Он состоялся в рамках форума «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе. Его недаром назвали главным событием цифровой экономики России. В рамках конференции более 5000 делегатов из 18 стран встретились, чтобы обсудить вопросы российской и мировой цифровой экономики. Стратегия развития диджитал-технологий в России получит свое воплощение в виде дорожных карт. Они станут ключевыми документами для реализации национального проекта «Цифровые технологии». Этот процесс коснется абсолютно всех сфер экономики, культуры, промышленности. Например, дополненную реальность или виртуальную давно приспособили для обучения. Задание – осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением. Его выполняет весь персонал Ростеха после теоретического блока вопросов. Отдельным областям придется подстраиваться под требования времени. Это касается СМИ и власти. Традиционным печатным СМИ нужно осваивать новые форматы работы, улучшать свой контент, использовать обязательно видеоформаты. Сейчас у нас такой формат использует газета «Советская Чувашия», которая создала свой канал на YouTube. Также эксперты сказали, что обязательно нужно выходить в социальные сети. Над этим наша республика тоже активно работает. Не только масс-медиа, республиканские районы и городские выходят в социальные сети, заводят свои странички и группы, но и органы власти. Эта связь «Власть народ» через соцсети налажена в Иннополисе. Началось все с небольшого чата, где первых жителей инновационного городка предупреждали об отключении воды или же электричества. На сегодняшний день у нас в городе больше 250 специализированных чатов и один большой чат, называется «Супер Иннополис». То есть, когда есть минутка, можно туда зайти почитать. В принципе, там туда добавляют не по прописке, да, просто нужно написать наш консервис, ставить сайт, про то, что у нас есть консервис целого города, то есть как сервис. Написать консервис и вас для этого добавят. Это единственное, что там нужно диагнозироваться. Конференция объединила в себе, собственно, бизнес-форум, дискуссии, круглые столы и выставку. Итогом работы трех дней стали подписанные соглашения к власти и бизнесу. Ирина Волкова, Бахтияр Вилиев, Республика. В минувшие выходные в Новочебоксарске прошло нападение на бригаду скорой помощи. Инцидент, который произошел 26 мая, зафиксировал видеорегистратор в машине скорой помощи. Судя по видео, после того, как молодой человек в нетрезвом виде проявил агрессию, фельдшер попытался скрутить обидчика. Тогда в драку вступили еще несколько пьяных мужчин. Сейчас делом занимаются правоохранительные органы. По данным портала Чеб Медиа, скорая приехала незадолго до событий, запечатленных на видео. На этом же месте была драка, и кому-то из ее участников потребовалась помощь медиков. По факту нападения на медицинского работника проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Информация размещена на сайте ведомства. Сегодня в Чувашии отметили 129-ю годовщину со дня рождения Константина Иванова. Литературная общественность собралась у памятника поэту на Красной площади Чебоксар. Константин Иванов был необыкновенно одаренным человеком. Помимо поэтического обладал художественным даром, писал портреты, рисовал декорации к спектаклям, увлекался фотографическим искусством. Но самый весомый вклад Константин Иванов внес в становление чувашской литературы. Его поэма «Нарспи» по сей день считается настоящим шедевром и переведена почти на 15 языков. Однако его перу принадлежит немало других произведений, которые столь же интересны и важны для понимания и национального характера и духовного мира чуваш. Константин Иванов прожил всего 25 лет, но оставил после себя богатое наследие. Предмет его творчества – извечная борьба добра со злом, человеческие отношения во всей многогранности, и поэтому оно по сей день не потеряло своей актуальности. В художественной литературе, в историю он вошел, и как переводчик, благодаря ему, наш чувашский народ имел возможность читать Некрасова, Лермонтова на родном чувашском языке. А бессмертная поэма «Нарспи» по праву современникам называется национальным чудом. Лучшим фильмом статуэтки о нефчебоксарах назвали победителей 12-го международного кинофестиваля. Картина «Семь пар нечистых» от режиссерского дуэта Кирилла Белевича и Юрия Ильина завоевала гранд-притчи боксарского международного кинофестиваля. Специального приза от главы республики за отражение темы гражданственности и патриотизма в киноискусстве в этом году удостоен народный артист РСФСР Виктор Сухоруков. Лучшим фильмом в конкурсе этнического и регионального кино стала картина «Путь от Аби» из Ямала-Ненецкого автономного округа. Зрители большинство голосов отдали за фильм «Облепиховая лето». В этом году на призы Чебоксарского кинофорума претендовали 28 картин. В итоге дипломы и статуэтки «Оне» присудили 13 фильмам. В профессиональный праздник в Республиканской детско-юношеской библиотеке определили самую читающую семью. В конкурсе участвовали более 60 семей. Читать всегда, читать с интересом – вот, пожалуй, негласный девиз участников сегодняшнего праздника. Семья Александровых с книгой дружит всем. На конкурс они представили общий читательский дневник, оформленный в лучших традициях самоздата. Обложка, фотографии и внутреннее оформление – все сделано своими руками. Папа увлекается историей, младшая сестренка – сказками. А вот Кристина недавно прочитала портрет Дориана Грея Оскара Уальда. «Мы стараемся читать все вместе, чтобы вот такой вот час, то есть без телефона, без компьютеров, то есть сейчас мы читаем все вместе, то есть сидим по разным уголкам в доме и читаем как бы постоянно вот так. Ну, конечно, не очень часто, там, 3-4 раза в неделю, но такие дни бывают у нас. Как бы всем интересно, все. Все в доме очень тихо в это время, все читают, все очень тихо». В конкурсе три номинации – лучший читательский дневник, виртуальная экскурсия и плейкаст, в котором отражено содержание прочитанной книги. Свои работы прислали семьи из Маргаушского, Канашского, Аликовского и других районов, столицы Чувашии. «Для нас, организовывая этот конкурс, было важно подчеркнуть важность семейного чтения, потому что сохраняя традиции семейных чтений, молодые родители, бабушки, дедушки своим примером показывают малышам, у которых еще не сложилась потребность в чтении, показать, что чтение – это важно, что это действительно нужно». Нынешние читатели не просто любители хорошей словесности, а еще и знатоки цифровых технологий. Семья Савельевых подготовила виртуальную экскурсию по библиотеке в лучших мировых трендах. Смонтировать помог друг. «Все началось, в принципе, с чтения сказок на ночь, то есть, соответственно, дети как бы пропитались этим, и уже когда повзрослели, сами быстро научились читать, тоже с сыновьями читаем, поскольку у нас вот здесь недалеко от дома библиотека, мы решили начать ходить сюда, у нас самые толстые формуляры». Победителями конкурса стали семьи любимых из Маргаушского района, Савельевых из Чебоксар, Назаровых из Канажского района. И взрослые, и дети с удовольствием ходят в библиотеки по соседству. Там огромный выбор хорошей консультанты и особая атмосфера. Там хочется читать. Кибербезопасность – тема актуальная как для бизнеса, так и для госучреждений. Как защитить информационную систему организаций и повысить устойчивость к кибератакам? Ростелеком рассказал на семинаре по информационной безопасности. Это и другая полезная информация. Далее, а я с вами прощаюсь. До завтра. Кибератаки становятся все более массовым явлением. Злоумышленники покушаются на финансовые данные, пытаются взломать информационные базы, проникнуть в корпоративную сеть. У нас все в цифре. Ваша телекамера цифровая, ваш микрофон также в цифре. Мои часы уже здесь не ходят в механизмы. Они цифровые, они передают данные на телефон, он передает на сервер. Мы входим в цифру. И эта цифровая область, она нуждается в защите. Защитит от утечки конфиденциальной корпоративной информации ДЛП-система Solar Dazor. Решение анализирует выходящую за пределы компании информацию и в случае утечки блокирует передачу данных и отправляет уведомления в службу информационной безопасности клиента и Ростелеком. Анализ угроз вторжения внешних, внутренних и методы борьбы с ними и защиты от них. Именно это интересно будет представителям любой компании, тех, у кого бизнес сильно связан с информационными технологиями, да и вообще в принципе сейчас все как-никак используют информационные технологии в своем бизнесе. Защиту от интернет-угроз обеспечит Solar JSOC, созданный для мониторинга и реагирования на киберугрозы. Специалисты Центра Компетенции оценят степень защищенности информационных ресурсов клиента с помощью пентеста. Задача пентеста, тестирования на проникновение, это просто найти самое слабое место, самую слабую точку и проникнуть. Задача проникнуть и показать, что коллеги, мы сделали так. Задача работы по комплексному анализу, это проанализировать всю вашу защиту и показать все слабые места. По результатам пентеста заказчик получит оценку безопасности информационных ресурсов и рекомендации по повышению уровня надежности. Среди заказчиков услуги – крупнейшие финансовые, государственные и промышленные компании. Сегодня в Чувашии четыре строительные компании, которые работают по новой системе. В общей сложности возводится шесть объектов площадью более 60 тысяч квадратных метров. По счетам Эскроу заключено 47 договоров участия. И работа в этом направлении наращивается, утверждает в Минстрое республики, отвечающим за взаимодействие застройщиков и банков. В кредитных организациях на рассмотрении сейчас находится еще порядка 15 заявок. Переход на систему проектного финансирования обещают сделать поэтапно. Но все новые объекты со степенью готовности менее 30% с 1 июля станут возводить по новым правилам. После получения разрешения на строительство застройщики обращаются в коммерческие банки для открытия проектного финансирования. После того, как на финальной стадии одобрения проектного финансирования они обращаются к нам с заявлением о выдаче заключения о соответствии с застройщиком требованием 2014 федерального закона, мы выдаем такое заключение. И после этого они открывают проектное финансирование и после этого начинается стройка и привлечение средств участников котельного строительства. По этой схеме деньги дольщиков теперь не попадают напрямую к строительным компаниям, а хранятся на спецсчете в банке. И будут перечислены застройщику только после сдачи объекта. Именно банк выступает гарантом того, что дом будет построен в срок, и покупатели получат готовые квартиры. Либо им вернут деньги в полном объеме. Чувашское отделение «Сбербанк» уже второй год работает по такой схеме. Профинансировано порядка десяти проектов, открыто несколько десятков счетов «Эскроу». Входя в эту схему финансирования строительства, банк уже принимает на себя риски по этому проекту. То есть не дольщик, а именно банк принимает на себя риски. Поэтому банк заинтересован в том, что этот проект состоялся, и дом был достроен в нужном качестве и в нужные оговоренные сроки. Поэтому, безусловно, будем внимательно смотреть каждый проект и внимательно контролировать всю цепочку строительства дома. Сейчас готовится дать добро заявки от строительной фирмы «Отдел Финстрой» давнего партнера банка по продаже жилой недвижимости. Микрорайон «Акварель» – первый пилотный проект компании по работе со «Скроу-счетами». Финансовые организации уже говорят о готовности предоставить средства на строительство и даже открыть продажи квартир через филиальную сеть. Этот участок в юго-западном районе столицы еще месяц назад представлял собой дикорастущий лес. Площадку расчистили и подготовили под строительство первых двух многоквартирных домов. В перспективе здесь будет целый жилой комплекс. Проектом планирования территории нового микрорайона «Акварель», кроме строительства многоквартирных домов, где предусмотрены дворы без машин, что принесет дополнительное удобство для горожан и жителей этого микрорайона, безопасность проживания, прежде всего, для детей. Проектом предусмотрено строительство общеобразовательной школы и также детского садика. И кроме того, жители получат благоустройство реки Сугутка. Компания активно формирует облик и трех других микрорайонов города. Премьер «Радужный Олимп». Степень готовности домов там высокая. Достраивать их будут по старым правилам. Реформа же направлена на то, чтобы сделать рынок жилищного строительства более прозрачным, безопасным и цивилизованным. И главное, навсегда искоренить понятие «обманутый дольщик». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова